Специализированные машины сегодня были выставлены на обозрение на Красной площади столицы. 10 тракторов «Форест» с плугами и отвалами. Такие, говорят лесничие, прокладывают противопожарные минерализованные полосы. В одном ряду с тракторами, легковожки и уазы. Вся техника куплена на федеральные деньги и сэкономленные средства. В 2012 году в Чувашской республике выделены субсидии в сумме 25 миллионов рублей. На эту сумму мы закупили 16 единиц техники. В течение трех лет мы закупили пожарную технику на 100 миллионов рублей. Такого в истории лесного хозяйства пока еще не было. За небольшой промежуток времени автопарк удалось обновить процентов на 70, говорят в Минприроды. Жаркое лето 2010 года, когда в Чувашии полыхали леса, заставило извлечь уроки. Оно обнажило проблемы лесного хозяйства, одна из которых – слабая оснастка лесничеств. На переоснащение и перевооружение лесной службы были направлены основные усилия власти. В 2011 году, в 2019 году, в этом году мы по оценке Рослесхоза входим в число 10 лучших регионов Российской Федерации, ибо мы не допустили, принимая все превентивные меры, профилактические меры, в случае пожаров. Были очаги, это буквально 1-2, и вовремя принимая меры, взаимодействие согласованно со всеми службами, со всеми сотрудниками, принимая меры, погашали. Ключи от тракторов сегодня получили специалисты Алатарской, Вурнарской, Ибресинской, Чебоксарской, Шумерлинской и еще нескольких пожарно-химических станций. От легковушек и УАЗов, Канажского, Кирского, Шумерлинского, Чебоксарского лесничеств. Сейчас нам многие завидуют, что именно в Чувашии столько техники поступает. Глава подчеркнул, 61 единица уже поступила. И даже удивляются, говорят, а зачем столько лесникам нужно техники? Она нужна нам для того, чтобы не повторился 10-й год. Пусть она, техника эта стоит, потихоньку на нужды лесного хозяйства используется, и чтобы не повторялся 10-й год, потому что пожары могут уничтожить труды многих поколений. Прямо с Красной площади столицы вся техника отправилась к месту своего назначения.